Идёт пауза. Увы, похоже, я один остался таким же, как тогда. Когда спрашиваешь у студентов, о чём это стихотворение, все начинают высказать разные, так сказать, предположения. И только самые, так сказать, чуткие и прозорливые. И те, кто уже почитали достаточное количество романов придворных, ранее средневековых, вот этих дам придворных, они говорят, ну, это история о любви, которая, значит, была в прошлом, теперь уже ушла и так далее. Это целый ненаписанный роман о любви. О нём не сказано ни словечко, ни полусловечко. Но это явно об этом. Вот так человеческие чувства вводили под текст эти поэты. А вот через 300 лет после Кокинчо, это стихотворение с Кокинчо, когда новое собрание старых и новых поэтов появилось при дворе, значит, там Син Кокинчо, так называемое собрание новое Кокинчо, там, значит, вот к этим приёмам добавилось ещё очень много. Особое цитирование, Хон Каатори, так называемое, которое от нашего цитирования отличается тем, что мы используем цитату для подчёркивания своей мысли или своего образа. А здесь наоборот. Своё стихотворение служит комментарием к цитате, которую вы берёте. Она есть, тот, основа, взятая из основной канонической песни, так сказать, а вы только как бы проецируете на себя, как в кончо это делается, вот как я вам сказал, проращиваете это в своей реальности. Потом дальше. Но это надо знать. Два-три слога из старой песни, они уже всё то стихотворение тянут за собой, но мало этого, они тянут за собой всю ту жизнь, которую прожил тот поэт вот в той эпохе. И это всё автоматически является содержанием уже данных стихотворений. Или так называемый Утамакура, символический топонин. Произносится, допустим, какое-то географическое название. Горы Йосино, например. Для европейца горы Йосино. Это точка на карте. Плюс комментарии культурные, что там был летний дворец императоров, что эти горы воспел, там, цветение вишен и луну над этими горами, первый поэт Сайгё, первый духовный поэт буддийский, скиталец, первый феномен, так сказать, духовной поэзии в танка. Это всё, дескать, можно припомнить вот так интеллектуально и так далее. А для японцев это нечто другое. Йосино Ямаа. Это пароль, который включает не мысли, а, как я вот сказал, даже не эмоции, а физические ощущения. Человек вот попадает просто в горы Йосино. И он уже сидит там. И всё дальше, что он читает в этом стихе, это есть не более чем, как бы, разворот его головы или его внимания, куда надо смотреть в эти горы Йосино. Но он уже присутствует там во всей полноте. И тут вспоминается такая вещь. Вот японцы, одно из проявлений синкретизма вот этого самого детского сознания состоит в том, что в древности и в раннем детстве люди, по-видимому, не видят разницы между тремя вещами в нашем сознании, взрослым, современным, разделённым и прочным. Это реальный объект, его мысленный образ и языковой знак. Это всё-таки три разные вещи для нас. Мы понимаем разницу этого. А вот в древнем сознании это практически одно и то же. Отсюда возникает магия слова. Слово воздействует не как знаковая система, которая может пробудить даже физические процессы. Оно у нас может разгневать, обрадовать. У нас сердцебиение может уйти в пульсе и так далее. То есть оно может иметь материальные проявления, но только как цепочка сложных взаимодействий. Как вторая сигнальная система по Павлу и так далее. А вот слово как первая сигнальная система, которая даёт человеческим эмоциям то же самое, что реальные объекты. Вот горячо, холодно и так далее. Мы знаем, что в превентивных обществах словом убивали, в буквальном смысле слова. Произносили заклятие, человек умирал, потому что он ощущал слово как реальную силу. И вот это качество они называли Кото-дама. Тама, энергетический концентрат или сущность. Это трудно перевести понятие душа или дух там или что-то ещё. Это вот тама и тама. Это некая квинтэссенция чего-то. Вот Кото-дама это информационная энергия слова, скажем так, по-древнему. Так вот, это понятие Кото-дама всегда заставляло японцев быть не столько эмоциональными созерцателями в поэзии чего-то, а искать того, что Кину Цураюки, в предисловии Куакинча, а это был первый теоретический труд на японском языке о японской поэзии, это 1905 год, он написал, что суть поэзии составляет макото, что по-японски означает истина. То есть, он экзистенциально выдвинул идеал. И он объявил, что поэзия на самом деле это не область эстетики. Вот для нас с вами, вот открою вам этот секрет пресловутого японского эстетизма. Нам кажется, что японцы панэстеты, потому что они вот буквально всё украшают, включая такие вещи, которые нам как-то с украшением неорезают, включая там отхожие места и так далее. А это связано с эстетикой, классической эстетикой, эстетика отхожих мест. Такой же высокой, как поэзия Луны и так далее. Спрашивается, почему? Не потому, что они искусственно распространяют эстетическое сознание на все остальные области, а просто потому, что у них эстетика ещё не выделилась, по большому счёту, в отдельную область сознания, в отдельную область культуры. Вот и всё. Это не следствие вот этого искусственного синтеза, как я сказал, а это следствие того первоначального синкретизма, изначального и так далее. Что в японской эстетике считается красивым? То, что предельно на месте, в своём месте и в своё время. Предельно функциональная чашка, скажем, чайная, которая идеально служит особому чайному действию, разработанному в Японии как идеальная модель пытия. Вот эта чашка считается... Князь Хидеоси... Князь Хидеоси... Вместо замка и прилегающим к ней области своему полководцу, победившему сражению... Вернее, вместо чашки вот такой вот дал замок ему с областью. Тот страшно был расстроен и чуть не совершил харакельцы. Потому что он мечтал об этой чашке. Тут, правда, ещё есть политические моменты. Эта чашка, это вип-пропуск, так сказать, в чайное действие, в котором принимают участие такие виды, как Хидеоси, Сен-Нарикю и так далее. А именно там они в парламентах или в кабинетах министров или в замке у князя решали вся политика и вся судьба страны. Именно на чайном действии. Японцы до сих пор решают самые главные вопросы. Есть там официальные переговоры, это как бы, как они говорят, тотемаи, это, знаете, такая фасадная вывеска. А все самые главные вопросы решаются в ресторане, в чайной комнате, где-нибудь там, значит, в таких неформальных посиделках. Это вот их способ взаимоощущения очень свободного. Им надо обязательно неформальное, эмпирически почти вот на ощупь, на вкус ощущение вот этого лада. Вот пока они его не достигли, их не удовлетворяют никакие тексты, записанные в договоре там, в сколь угодно идеальном. И вот что они еще делают? Например, в эпоху Син-Куакинсио первая пятистишия состоит из трехстишия и двестишия. Там модель такая, по количеству слогов в строке, 5-7-5, это верхняя трестишия называемая, которая потом выделилась в отдельную хайку, вот эта в трехстишия, и 7-7, нижняя двестишия. Так вот, цезура, пауза такая ритмическая, смысловая и так далее, она стала помещаться между этими двумя строфами, трехстишиями и двестишиями, тогда как раньше она после первой строчки была в основном. И что это дало? Танка стала, у нее смысл трехстишия и двестишия, стал все отдаляться, отдаляться, отдаляться от друга, вплоть до полного непонимания, непосвященным человеком, как связаны вообще эти части пятистишия. Но зато между ними стало появляться вот то самое пространство несказанного, йоджо, в котором, собственно говоря, и заключено главное содержание данного пятистишия. Дальше они распространили эту тактику на рен, ну, они еще использовали прием такой, как тайген доме, субстантивный финал. Грамматика японская требует, чтобы на предикатит, на глагол прилагательный или какое-то действие, или ощущение там на что-то такое высказывание о действительности, некое должно быть в конце. А они стали завершать поэтическую фразу на субстантиве, на существительном, на местоимении. В результате возникало ощущение недосказанности такой, вот этой невысказанности, что там все есть еще что-то. А с другой стороны и подвижности метафизической, когда нет движения, когда, если есть движение, оно втягивает нас в эмоциональные вот эти завихрения. А когда есть вот эта метафизическая отстраненность, отрешенность и так далее. Повторяю, это не созерцание со стороны любования, а это как бы проплывание.